Всем большой привет! Ура-ура! Настали майские праздники, я решила заснять для вас пустые баночки. Давайте начнем, наверное, с геля для душа, которые у меня закончились. И первый гель для душа это средство от Ифраше. Это была относительно новая коллекция, мне очень понравился аромат. Он идет с гречихой. Гель для душа и ванны, овес и гречиха. Лично для меня, поскольку я одна, вот эти вот объемы в 200 мл, самые оптимальные, не успевает надоесть аромат. У меня, в принципе, их стоит всегда несколько видов. Гели для душа у меня уходят довольно-таки медленно, но Ифраше это особое, мне кажется. Экономия, они очень-очень хорошо пенятся. Следующий, один из любимых гелей для душа, который я повторяю. Вот это уже третий повтор с ароматом Сандал. Сандал Вуд даже. Эта марка представлена в Литуаль. Он пахнет совершенно не сладко. Мне кажется, даже, возможно, немножечко... Ну, не немножко, он пахнет древесно. Кому-то покажется, что аромат мужской, но мне очень-очень нравится. Из стандартного, не особо интересного, но помните, что мы все-таки фиксируем все эти позиции. Антипреспирант от Нивея. Мне Нивея кажется более лайтово по своему действию, чем Рексона. Но иногда для разнообразия хочется что-то новенького. И вот этот аромат очень освежающий. Мне в целом понравился. Средство для волос. Шварцкоп Глискур. Здесь у нас экстремальное восстановление. Сыворотка в спреи. У меня обязательно в уходе есть что-то наподобие, потому что у меня вьющиеся пористые волосы. И они нуждаются в дополнительном питании и увлажнении на ежедневной основе. А вот это средство я никак не могу похвалить, потому что мне оно показалось совершенно бесполезным. Это разглаживающий крем-филлер для волос. Мне отдала его коллега. У нее, кстати, прямые волосы, но они достаточно тоже пористые по структуре, как мне показалось. Ну, не у нее пушатся. Она, видимо, хотела как-то их приручить таким образом. Я прям, знаете, прям по многу могла наносить периодически. Я, повторюсь, не видела особо никакого результата, поэтому средство расходовалось достаточно долго. У него из плюсов, мне кажется, классное название кикимора и такой приятный, немного травянистый аромат. Надо было, наверное, с гелями для душа показать вот такое вот мыться. Ручной работы подарила мне его подруга. Приезжала из Москвы. Очень-очень оно вкусно пахло. Мне кажется, чем-то таким виноградным, что ли. Мыло ручной работы Катрина Солп. Если кому-то интересно, вот, пожалуйста, и состав. Наверняка где-нибудь можно в Marketplace найти, но я пока не искала. Закончилось достаточно большое количество кремов для рук, но некоторые из них я начинала буквально, мне кажется, даже чуть ли не в начале прошлого года долго расходовались. Я покажу, которые именно. Вот этот крем от Фаберлик. Очень-очень вкусно. Пах, конечно же, малинкой, даже каким-то малиновым десертом. Разрезала, полностью использовала. Он у меня находился на работе. Это средство из той категории, когда нанес, и буквально через какое-то время вы уже можете работать с бумагами. А я как раз-таки очень много работаю с бумагами. И мне нет необходимости на работе иметь какой-то супер плотный крем. Вот этот крем от Самокат, он у меня закончился, мне кажется, вообще чуть ли не за две с половиной недели, потому что он для моей сухой кожи не особо подходящий, в том плане, что, мне кажется, знаете, вот нанес. Прошло вот буквально минут 20, ощущение, что ничего не наносил. Там еще, конечно, на стеночках что-то осталось. Я выможу до последней капли, как обычно это делаю, но решила, что в пустышках уж точно можно показать. Аромат Жасмин Сандал. Просто прекрасный аромат. Мне кажется, этот крем подойдет для тех, у кого нормальная кожа, и она не нуждается в более каких-то питательных маслах и компонентах. Супер питательный крем Сосновый лес. Это, значит, у нас марка Лабораториум. Очень крутой крем. Его, на самом деле, еще больше, по-моему, я туда его немножечко даже успела собрать. Единственное, наверное, не особо удобная вот эта вот алюминиевая упаковочка. Ну, это, наверное, дань всем модным кремам, типа Локситана. Раньше у них, по-моему, тоже были в такой тубе. У ВБОДИШОП тоже были вот такие алюминиевые тубы, помню. Но в ВБОДИШОП, кстати, уже поменяли упаковку. А в целом супер питательный. Действительно пахнет чем-то хвойным. Немного восстанавливающий. Его необходимо было совершенно немножко нанести, чтобы нанести на все руки. И я наносила его именно на ночь. Я на ночь использую обычно питательные кремы. Крем для рук, который не очень понравился. Почему? Потому что у него очень ярко выраженный аромат корицы. Именно поэтому я его наносила на икры. В общем-то, я его закончила как крем для тела. Он не супер питательный, милейшая просто упаковка. Если вы любите аромат корицы, то в целом вам такой кремушек наверняка понравится. Опять же, мне кажется, это из той категории, чтобы унести на работу и чтобы лежал где-то под рукой. Перейдем к средствам для лица. Бальзам для удаления макияжа от Клиник. Я его приобретала в Золотом Яблоке, когда была очень хорошая распродажа. Это очень выгодная стоимость. Служил он мне достаточно долго. Можно сказать, 4 месяца я им пользовалась. Его необходимо небольшое количество, чтобы снять макияж. Я делаю достаточно яркие макияжи глаз. У меня большое количество блесточек. Иногда в последнее время я делаю плотную подложку из карандаша, допустим, на глазах. Все это прекрасно смывается. Также у меня сейчас в использовании водостойкая тушь. И этот бальзам справлялся даже с этой тушью. Крем от марки Кадали из серии СОС. Это супер питательный крем, который спасает меня уже третью зиму. Возможно, в следующую я захочу поэкспериментировать. Но в целом с нашими морозами надо понимать, что у нас от минус 15 до минус 25 могут доходить. Температурные показатели. Поэтому, как только у меня появилась вот эта серия. Раньше я еще использовала сыворотку из серии СОС. Но мне кажется, сейчас это слишком даже много для моей кожи. Поэтому я оставила пока только крем. Боялась, что не успею закончить его до начала теплого сезона. Но все ок. Все успелось. Наносила и на лицо, и на шею. Его также необходимо совершенно немного. В принципе, он прослужил мне всю-всю зиму. Такой хороший объем. 50 мл. Довольно экономно используется. И повторюсь, если у вас есть какая-то склонность к шелушениям в зимний период, и у вас супер сухая кожа, то это спасение. Тоник Мист от марки Изфолио. Приобретала в подружке в корзине. У него такой немножечко ментоловый аромат. Тут в составе есть синтелла азиатская и зеленый чай. Понравился. Не скажу, что делал какие-то чудеса. Но в целом, мне понравилось использовать тоники с утра в виде миста, либо гидролаты. А вот по вечерам мне больше нравится наносить тоник ватным диском. Бальзам от марки Инисфри. Этот бальзам, он идет именно под крем. То есть, это практически сыворотка под крем, восстанавливающий бальзам с маслом Семен Тореи. Не могу сказать, что я увидела какой-то супер-супер результат. Не знаю, у меня же вот этот вот крем был питательный. Поэтому то, что у меня не было шелушений за всю зиму, это да. В принципе, все эти средства помогли мне восстановить какой-то баланс увлажненности. У меня примерно такой же уход был и прошлой зимой. Если помните, я проходила тест кожи с помощью аппарата. И именно по показателям увлажнения у меня были хорошие баллы. Можно так сказать. Масочка всего лишь в одном экземпляре. Потому что я стараюсь добить маски, которые находятся у меня в проекте Project Pen уходовых средств. Стандартная классическая увлажняющая маска. Я от них не отказываюсь. Но и понимаю, что они не делают супер каких-то чудес. Сейчас при этом какое-то увлажнение базовое они, конечно же, коже нашей придают. Сыворотка Уриаж. Эйдж лифт. Почему-то первая упаковка миниатюра, которую я использовала, мне показала, что она давала больше эффект. Не знаю почему. С этим средством уже чуть слабее. Возможно, просто кожа уже была не настолько обезвожена. Поэтому и эффект был менее заметен. А так вообще действительно убирает даже мельчайшие морщинки, которые у нас есть. В принципе, вот эта сыворотка, она помогает напитать их. Небольшой такой эффект бустера присутствует. Потому что вот супер мелкая морщинистая сеточка, она может появляться, конечно же, из-за элементарного обезвоживания кожи. Поэтому за этим обязательно необходимо следить. У меня в целом кожа, она склонна именно по типу старения к морщинам. И это абсолютно нормально. У всех свой тип старения. У всех своя генетика. Я просто наблюдаю за бабушкой, за мамой. И я понимаю, что меня примерно ожидает в будущем. Но увлажнение в моем случае это прям базовая-базовая необходимость для кожи. Крем для области вокруг глаз. Такая необычная марка. Mary and May. Я не знакома с этой маркой. Что по поводу вот этого крема. Он мне, кстати, попадался в коробочке красоты от Glambox. В целом неплохой крем. Но почему-то от Limoni мне понравился больше вот этот эффект. Он, мне кажется, более такой... И, знаете, баланс между питанием и увлажнением в Limoni, он идеальный. Здесь есть ощущение, что немножечко, чуть дольше приходится разносить этот крем, чтобы он впитался. Я люблю все-таки, когда текстура у крема более тающая и бальзамного какого-то, наверное, типа. Закончилось одно декоративное средство. Это база от Art Deco для глаз, если честно. База под тени. Я могла показать бы ее уже в прошлый раз, но решила добить до последней капельки, поэтому показываю в этот. Аромат ненавязчивый. Мне лично очень-очень нравится, но я знаю, что кому-то этот аромат не особо по душе. Поэтому имейте в виду, он такой немножечко травянистый, что ли, немного шипровый. И даже, я бы сказала, в общем, аромат мне очень нравится. В моем случае база была достаточно экономичной. Ну, вот у Танечки канал Агата Тата 74. Такие, я так поняла, двоякие впечатления остались, но в целом она тоже осталась довольна. И еще я слышала мнение, что у девушек, у которых кожа склонна к жирности, на веках тени вот эта база держит не очень долго, но в целом держит. Добавлю, что при этом в некоторых школах макияжа ее вот именно что советуют прям как средство для девушек с кожей склонной к жирности. Поэтому расскажите, если у вас была эта база, интересно будет послушать ваше мнение. Добила, наконец-то, аромат от Ифрашен Натюрель. Я уносила его на работу. Он легкий, травянистый, немного, возможно, даже цветочный, но больше мне лично ощущается акватичность. И вот эта вот зелень какая-то очень-очень приятная, легкая. Но на мне, к сожалению, этот аромат держится совсем недолго. Что на коже, что на одежде. Возможно, я просто его не ощущаю. Но все-таки, знаете, мне кажется, или концентрация мне досталась какая-то не такая. Ну, не могу сказать, что он суперстойкий. При этом стоимость у этого аромата я бы не сказала, что супер какая-то бюджетная. Закончилось достаточно много миниатюр. Опять же, наконец-то добила вот эти свои шалемарчики. Здесь у нас шалемар версия и нитиаль лё. Я сейчас вам наговорю, конечно. А вот эта вот шалемар суфл версия мне обе нравятся. Единственное, что вот у вот этого выпуска он более старый. Поэтому было ощущение, что под конец ощущались какие-то битые ноты. Но он такой, мне кажется, более цветочный, более воздушный. Версия, которая идёт в суфле, она более сладенькая. Мне кажется, это и понятно по названию. И всё равно очень богатая композиция. Вставлю вам, наверное, пирамиды, чтобы было понятнее её просто вот так вот не описать. И кто знает шалемар, уже понимают, о чём речь. Это восточная, немного цветочная. Очень огромное количество восточных специй я здесь ощущаю в целом. И вот к оригиналу я пока ещё всё ещё на вы, но, возможно, когда-нибудь обязательно дорасту. Я имею в виду не по возрасту, конечно же, а по носу своему. Если будем рассматривать ароматы именно восточного такого направления. Deep Forest от Mancera. Очень красивая вот такая вот упаковка. Здесь, кстати, целых 2 мл. Утро приятный объём для того, чтобы успеть испробовать, распробовать этот аромат. Поносить его в разную погоду. Мне лично этот аромат слышится чем-то таким. Вот ощущение, что вы вошли в восточную лавку. И на вас пахнуло просто огромным количеством благовоний. Каких-то специй экзотических, необычных. Что-то больше, наверное, с Индией связано. Понятно, что есть какая-то древесная история. И огромное количество специй. Но если связывать, точнее сравнивать, помните, я вам рассказывала. Он де Сенсуэль от Лартизан Парфюмер. Конечно, Лартизан, он более сочный. Он более цитрусовый. Там есть апельсины. А здесь он больше идёт, такой, знаете, восточная сказка. На мой нос, на мой вкус. Коллеги тоже оценили. Как мне сказала коллега моя, пахнет богатством. Поэтому тут уже, конечно же, все эти ароматы необходимо пробовать. Аромат, который сравнивают с Пакарабана Миллиан. Они, конечно, чем-то схожи. Но я бы не сказала, что это полный аналог. Всё-таки у Аджмал Аурум есть такая небольшая тоже, опять же, своя восточная нотка, своё настроение. Возможно, вот эта маслянистость даёт вот этот эффект. Но здесь тоже большое количество цветов. В целом база довольно-таки тоже богатая. Но на мой вкус это не абсолютный аналог. Сходство есть. Я не могу, кстати... Кстати, видите, тут в некоторых ароматах буквально вот пару капель, но я их не могу достать. И я не могу открыть крышечку. Рассказывайте, кто-то пытался вообще открыть вот эти крышечки и достать все эти драгоценные капли. Ещё пару ароматов буквально. Олимпия Интенс. Пакарабаны. Видите, тоже тут буквально пару капель. Очень хочется их оттуда достать. Просто даже на руку нанести, пообонять. Очень мне он понравился, но он супер густой. И, кстати, вот мне кажется, когда первый раз его пробовала, он мне показался таким приторно-сахарным. Со временем привыкаешь и вот больше начинаешь ощущать и ваниль вот эту, и цветы как-то по-другому. Видите, здесь вот представлен флёрд оранж. Но картинку обязательно вставлю. На любителя аромат я понимаю, что далеко не каждый сможет его носить. Мне в целом вот эта серия Олимпия очень нравится. Розовые версии мне, конечно, нравятся ещё больше. Но подумаю, возможно, я когда-нибудь приобрету. Ну и классика, Black Opium. Красивый аромат, но мне почему-то нет такого... У меня нет желания приобретать, например, целый флакончик. При этом мне очень понравилась версия, знаете, которая идёт зелёная, по-моему. Такая какая-то более тропическая, что ли. Вот та версия больше для моего характера. А вот этот аромат, он, конечно, красивый. Но вот в пробнике, да, с удовольствием использовала. Но целый флакон я бы себе не хотела. Просто потому, что это не моего характера аромат. А не потому, что он какой-то не такой. Ну что ж, это все мои пустые баночки, которые я хотела вам показать. Обязательно погуляемся с вами, прогуляемся по Петербургу. У нас ещё, на самом деле, в начале апреля была хорошая погода. Надо успеть вам показать то, что я засняла. Мне кажется, прогулок я снимаю больше, чем видео на канал. Поэтому иногда копятся видео с прогулок. И я не могу понять, как мне их скомпоновать, чтобы показать вам. Надеюсь, что на майских удастся заснять ещё больше роликов на канал. А вы уже там по своей возможности, по желанию будете просматривать. Рассказывайте, делитесь своим мнением, если что-то пробовали. Делитесь, каким досугом будете себя развлекать на майских. Желаю всем хорошенечко отдохнуть. Набраться сил. А на этом прощаюсь с вами. Всем пока-пока. И до новых встреч. На улице неожиданно светит солнышко. Собираюсь на прогулку, пока нахожусь дома в домашней футболке. Но покажу вам сам образ. Такой достаточно смелый. Он не настолько яркий, сколько, наверное, такой нестандартный. Но мне нравится. В пятницу решила сделать масочку, подарочек от Ани, канал Паф Анны. Спасибо. Мне кажется, прекрасная маска, чтобы поднять себе настроение. Это котик, если что. И хотела поделиться с вами небольшими своими какими-то мыслями. Я очень хотела попасть в эту пятницу на вечеринку Одиссеи уже в Москве. Бал цветов. И он проходит прямо сейчас в очень крутой локации. Это красивенный ресторан Турандот. Практически в центре Москвы. И в целом у меня была бы возможность организоваться. Но что-то я там засомневалась, протупила. Работа, какие-то дела. Ну и понятно, что в последний момент это уже сложно будет организовать. Потому что все отели рядышком уже заняты. Ну, те, которые приемлемо по стоимости для меня. И к чему я это все? Обязательно, кстати, вставлю какие-нибудь фотографии с локацией. Ну, правда, очень красиво. Мне кажется, сказочное место, подходящее для вечеринок в стиле Одиссеи. Так вот, я к чему? Если вы чего-то желаете, хотите, мечтаете о чем-то. И в целом у вас есть возможность. И необходимо приложить какие-то просто усилия для этого. Обязательно их прикладывайте и воплощайте свои мечты в жизнь. Потому что потом будете жалеть. Ну, я не сильно расстроилась. Потому что этим летом у ребят будет тоже большой достаточно фестиваль. Как и в прошлом году. Такой масштабный прям. Уже в Санкт-Петербурге. Билеты уже куплены. И я с нетерпением жду лета. Кажется, пора заводить рубрику пироженки выходного дня. Вчера был день космонавтики. И подружка принесла вот такие вот макаронцы к чаю. Ну, или кофе. Кто как больше предпочитает. Покажу вам, как они выглядят внутри. Все блестит и сияет. Такую красоту, конечно, жалко будет есть. Но придется. Ну, просто. Видите это? Отдельное произведение искусства. Отдельное произведение искусства Субтитры сделал DimaTorzok 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 DimaTorzok